Не хотелось бы быть пессимистом, но жить скоро, сыто и богато как-то не придется, если ориентироваться на прежние принципы потребления. Естественно, доходы большинства населения увеличиваться не собираются. А вот расходы растут. Тут два варианта – либо валить, либо сокращать эти самые расходы. Но валить – это куда? И что там делать? А вот ежедневные расходы можно сократить, если не на порядок, то в пять раз точно. К примеру, готовить, кушать самим, из своих продуктов, выращенных на своей усадьбе, расположенной подальше от города. Ну а теперь порассуждаем, как это сделать. К сожалению, либо к счастью, экономическая ситуация еще не стабилизировалась до уровня 2006-2007 года. Да может быть, оно и не надо, потому что тогда мы деньги тратили без ума. А теперь у меня родился сын, мне приходится голову включать. Я реально свернул свои расходы. Я реально думаю о том, что вернуться-ка надо в 80-е годы прошлого столетия. Потому что по уровню комфорта и счастья мы жили гораздо лучше, чем сейчас. Тогда мы занимались чем? Садом и огородом. И он нас прекрасно кормил, у нас денег хватало на все, купить было нечего. С гордостью представляем мото-культиватор Техас ТХ-601 от сети 220 вольт. Это реальная гордость, потому что за 20 140 рублей вы покупаете самый широкий мото-культиватор, рассчитанный на 6 фрес. То есть время обработки вашего огорода уменьшается в 2-3 раза, потому что эта машина может делать многое. Как быстро она купится? Реально, за год. То есть я посчитал, если вы на собственной картошечке, я жил, на собственной свеколке, на собственной капусточке и морковочке, то 20 тысяч это слегка, а там и есть еще лук, чеснок, все взращенное своими руками, и вы ни за что не платите. Вы берете один раз только такую штуку, которая может легко взрыхлять целину. И теперь мне скажут, что, ребят, неужели ты, телезвезда, будешь ковыряться с картошкой? Да зачем ковыряться с картошкой? Ставите вот эту окучевалку, проходите между рядами, и у вас ровные рядки картошки. А для того, чтобы убрать ее потом, вам мацепура не нужна, и корячится тоже. Опять сюда ставим картофелекопалочку, и весь ваш большой огород убран. А теперь из истории отношений. Неужели я буду собирать ковырадского жука? Да ничего не буду делать, и опрыскивать тоже не буду делать. Потому что белорусы, а именно они подарили нам семена картошки, которые не надо было садить. Но в 1984 году была засуха, и мы посадили эту картошку, и здесь на Южном Урале появился колорадский жук. Так вот, они с ним борются очень простым способом, путем простой веревки. То есть берете веревочку, утром и вечером проходите вдоль рядочков, личинки, которые едят вашу картошечку, просто падают, они не успевают потом забраться. А сам жук, он не ест картошку, он только яйца откладывает. И эту процедуру делаете утром и вечером, получаете замечательное урожай картошки без колорадского жука. Своей собственной картошки, вот таких размеров. И в действительности на селе жить гораздо дешевле, потому что нет очень дорогой квартплаты. Но на селе есть некоторые такие преимущества и недостатки. Преимущество – это свежий воздух, недостаток села и сада. Это нестабилизированное электричество. Ну, вы же еще себе не поставили свой личный источник электроэнергии. О нем мы будем говорить чуть позже. А то, что у вас стоит. Да, уже у каждого садовода практически появилась электропанель. Они сейчас недорогие. Если заехать в модуль, там можно за 15 тысяч такую навороченную купить, что просто пальчики оближешь. Они, конечно, боятся перепадов напряжения. Но быстро срабатываемые стабилизаторы элеганты позволяют вам полностью и нормально эксплуатировать любой дом, в том числе там, где колебания напряжения бывают до 160 вольт вниз. Или до 240. Ну, 240 – это все повылетало у вас. То есть панель, холодильник и небольшой стабилизатор за 3 тысячи рублей. И вы уже спокойно эксплуатируете полный ассортимент домашней техники, не боясь того, что она сгорит. Ой, ну что ж, наш президент текущий, который скоро вступит в должность, с небес на землю спустился, и ему нужны реальные показатели. Количество мяса, молока, здоровье нации. В общем, это радует то, что возвращается время Советского Союза. И мы ставим перед собой хорошие задачи – увеличить население, сделать так, чтобы его продолжительность жизни была выше. В принципе, и раньше мы жили достаточно долго, когда жили на земле. То есть моя бабушка спокойно так 92, дед 89. Другая бабушка поменьше, но зато дед 98. Все жили на земле. Да и я, честно говоря, собираюсь туда перебраться. Как можно себе устроить жизнь на земле комфортно? Ну, ничем не отличающаяся от жизни в городе. Опять же, давайте посчитаем. И включим мозговые извилины. Вот вы плачетесь, что как же так? Нету горячей воды, нету холодной воды. Да все это есть. У нас есть страна, в которой очень большое количество рек, озер и подземных в том числе. То есть необходимо просто прокопать воду, и у вас есть вода. Что касается электричества. Ну, вот пока сеть 220 вольт не занимается ветряками, но здесь есть генераторы. Теперь подумайте, сколько часов в день вам нужно электричество. Круглые сутки? Да не варите, пожалуйста. Электричество в небольших количествах нужно только для холодильника. А в остальном вы утром только включаете всю свою мощь приборов. Ну, это микроволновка, что там еще, водонагреватель. И вечером, когда придете домой. То есть фактически вам электричество, мощное электричество, там 5-киловаттное, допустим, нужно-то... Ну, 4 часа в день, больше не надо. А в городе по квартплате вы нажигаете 30 тысяч за 7 месяцев зимы. Вот так вот. То есть это вот такие мобильные домашние электростанции. При этом потребление бензина-то у них мизерное. Я пробовал 2,5-киловаттную и спалил за 2,5 часа всего 3 литра бензина. Вот вам реальная стоимость домашнего электричества. При этом, ну, вы же не подцепляетесь ни к чему. Вас не могут отключить за квартплату. Дело было так. Три года назад мы путешествовали с моей супругой и выбрали для себя, естественно, Египет, мой любимый. Мы очень хотели прокатиться по Нилу. Не прокатились. Вы знаете, египтяне, они тоже ленивые товарищи. Вроде бы солнце у них круглый год, опять же, круглый год лето. Но ведь нет. Клубника только раз в году, ананасы только раз в году. То есть, ну, лентяне, что же делать-то? Но путешествие по Нилу мне продемонстрировало одну великолепную сущность. Хороший урожай получается тогда, когда сочетается солнце и вода. И удобрять ничего не надо. Растет все и на песке. И по всему Нилу мы плавали и видели, что египтяне усиленно из воды качают эту же воду в свои ирригационные каналы. Используя дизельный генератор. То есть, едешь по Нилу, слышишь так чпок-чпок-чпок-чпок-чпок-чпок. Вот тебе, пожалуйста. То есть, все то же самое можно сделать и у нас. Мы помним то время. Еще раз к вас возвращаю. На 25 лет назад. Турецких фруктов мы не ели. И вообще тоже зимой. У нас всего было достаточно. И вот он, выход из положения. На 220 вольт. Главное, чтобы где-то рядышком у вас была река или озеро. Ну и теперь немного технической информации, потому что это просто необходимо знать. То есть, если вы ставите такие насосы электрические, то глубина вашей скважины должна быть 8 метров. Но если у вас где-то на расстоянии 400 метров течет речка, то этого достаточно. Единственное, что надо будет купить еще 400-метровый шланг. Вот она штука, взаимозачет. Представляете, в прошлом году я реально узнал, сколько стоят краски, сколько стоят обои, сколько стоят автомобильное масло и сколько стоят автомойки. Потому что мне пришлось все это продавать, потому что надо было закончить ремонт. А денег просто не было. Кошмар был какой-то. Так вот, я свои мойки сдал за столько же, за сколько я бы мог их купить здесь. То есть, автомобильная мойка 2600, ну и чуть-чуть с небольшим. Конечно, хорошо мыться на фабричной мойке. Но вы же в сад проехали или в огород, а там нету тёркера. И этого достаточно. Необходимое давление и ваша машина чистая. И теперь считаем. 300 рублей. Ну, грубо говоря, 10 раз помыли и оправдали себе вот такой мойку. Ну, конечно, нужна информация для тех, кто делает ремонты. И на этом деньги либо зарабатывает, либо экономит. Когда вы работаете кистью, либо валиком, у вас получается очень большой расход краски. Используя вот такие пульверизаторы, которые могут распылять краску любой ассистенции, расход краски становится всего 110 грамм на квадратный метр. То есть, небольшой банке достаточно, чтобы вы могли покрасить большую поверхность. И почему мы рекомендуем то, что всё-таки подороже? Потому что она работает. И, к слову, о надёжности всей техники, которая представлена в сети 220 вольт. Она безупречно надёжна. Потому что, прежде чем продать, её тестируют, разбирают, смотрят слабые места. Если таковых больше, чем нужно, просто не будут такую технику покупать. А если эта техника работает, то почему бы и нет? Кстати, можно купить и без пылесосика. Такой же распылитель. Смотрите, как клёво выполнено. Ну, и вы, конечно, хотите увидеть, как это работает. Ну, что ж, кадры сняты не нами, но мы вам это дело покажем. Уже, когда я возьму распылитель и что-нибудь покажу. Стройдвор, павильон, бензоэлектроинструменты 220 вольт. Ну, и цены, естественно. Всех интересует цена. Как купить подешевле? Можно купить подешевле, но не с вот такими понтами. А то, что вот такое чуть-чуть поскромнее. Да, придётся побольше побегать. Но на то и цена-то в два раза дешевле. Практически в два раза. 11 300 рублей за маленький культиватор. Кстати, можно подарить другу, и он вам точно спасибо скажет. К слову, подарок. Есть тут и такое. То есть, вот заходите сюда, смотрите, видите акции. Получаете триммер в подарок. То есть, заботитесь ещё и о внешнем виде вашей усадьбы. Магнитогорский филиал сети 220 вольт, как вы поняли, с удовольствием решает проблемы, действительно независимой ни от кого жизни. С инструментом делается всё в разы быстрее. Мало того, с 19 по 21 апреля фирма Hitachi, официальный партнёр этой сети, будет знакомить вас с новинками сезона 2012. Событие сие произойдёт здесь же. Россияне в сказках своих любимых всегда ждали чуда. Будет это щука, либо золотая рыбка. И чудо-то и произошло, потому что ранее ни во сне, ни наяву нельзя было представить себе такое количество приспособлений, помогающих нам жить легче и работать быстрее. Да и цена вопроса-то невысока. За сумму десятилетней десятки можно-то из дома сделать крепость. Важно, чтобы инструмент-то был надёжный. А такой он и есть в сети 220 вольт, магнитогорский филиал которой работает в стройдворе. По адресу советская 160.